Каждый день океан становится всё неспокойнее. Посмотрите, какой шторм у нас сегодня. Всем привет, друзья! Я сегодня гуляю, хотя погода, видите, какая. Погода у нас отвратительная. Очень сильный ветер, штормовое море. И даже сильный дождь. Я взяла с собой зонтик. Я не хотела вам снимать сегодня никаких видео. Вы знаете, во-первых, мне неудобно. Руки заняты. Во-вторых, ну зачем в такую погоду пугать людей и что-то снимать вообще. Но получилось так, что я сняла всё равно вам немножко, чуть-чуть. Даже без стабилизатора. Так что уж извините, как получилось, так получилось. Я не могла вам не рассказать эту историю. Она снова ещё раз меня удивила. Итак, вот давайте посмотрим то, что я чуть-чуть вам сняла, вот так украктой. А потом я вам расскажу, что же у нас произошло. Вот видите, полиция стоит. Одна машина. И вот там вдалеке, слева на дороге, ещё одна. И вдоль всего вот этого нашего пруда огорожено всё. И стоят машины полицейские. Дождичь сейчас страшный льёт. Вот показываю вам издалека. Потому что, видите, вот там впереди лента и всё. Они опутали. Пройти нигде нельзя. Вот видите, белая лента расследования ведётся по поводу убийства. А здесь, посмотрите, даже с проблесковыми маячками стоят при входе на этот озеро. У нас, по-моему, так даже убийства людей не расследуют. Вот так издалека я смогла вам показать. Да и то, ну, там совершенно непонятно, что настолько много было полицейских машин. Но они все стояли с другой стороны. Меня оттуда прогнали. И мне пришлось обходить вот как раз вдоль берега моря по набережной. Остальное всё было закрыто. Так я вам хочу рассказать. Я же, конечно, как только стала подходить к этому пруду, как обычно, на прогулку. Я смотрю, стоят четверо полицейских, стоит две машины. Я, конечно же, подошла и спрашиваю, что случилось. Вижу, что закрыто всё вот этими вот такими клейкими, этими лентами. Но обычно при убийстве там, по-моему, жёлтые ленты. А здесь написано инвестигейт, расследование на этих лентах. И ленты белые. А вот я спросила, и мне полицейские, конечно же, рассказали сразу. Но они были настолько все серьёзные, такие сосредоточенные. Знаете, они сказали, что проводим расследование. Убито несколько птиц. Переломаны шеи. Но они не сказали, что именно лебеди. Сказали, что несколько птиц убито. Вот. И представляете, столько много машин. И эти машины, пока я гуляла, а я гуляла, наверное, больше часа. Сначала в одну сторону, потом уже возвращалась. Льёт дождь проливной. И они продолжают стоять там, все эти полицейские машины. Но вот вы видели, издалека я всё-таки смогла вам кое-что показать. Я хотела, конечно, снять поближе, но я даже побоялась, потому что уж очень они были суровые и серьёзные, эти полицейские. И спросили они меня, что-нибудь вы видели, что-нибудь вы знаете. Я сказала, что да, вот я как раз видела вот птицу там под деревом, с кульком на шее. Была убита. Лебедя увидела. Ну, они помахали головами, сказали, да, мы это тоже знаем. Этот сигнал нам поступил первый. А сейчас, вот вчера, сообщили о том, что было убито ещё несколько птиц. И вот мы сейчас всё это закрыли. Проводим расследование. Кто что видел, кто что знает. Это как раз то, о чём я вам и говорила, друзья. Что здесь лебеди охраняются королевой Елизаветой Второй. И вот такое может возбуждено быть уголовное преследование, если они кого-то найдут. Но не знаю, найдут ли или нет. Вообще, конечно, будет ужасно, если они из-за этого закроют полностью этот пруд шикарнейший. Там этот пруд, он немножко внизу. И к нему такие специальные проходы, лестницы вниз ведущие. И вот сейчас они все эти лестницы закрыли, перекрыли. То есть, представляете, получилось так, что теперь туда подойти невозможно. Может быть, что дальше они всё это откроют и будет как обычно. А может быть даже, что запретят проход людям туда, к воде и к этому красивому пруду и к лебедям. Вот дожили мы, так сказать, да. Вот такие вот серьёзные истории. Ну, в общем, посмотрим, чем закончится всё это расследование. Найдут ли они того, кто убил этих птиц. Я, если желаете, буду держать вас в курсе. А вообще, вы знаете, вот, ну, стараюсь я, конечно, быть на позитиве. Стараюсь уже развлекать себя, отвлекать себя, как могу. Отвлекать своих друзей, вас в частности. Но с англичанами это просто невыносимо. Получаю вот такое вот я себе послание в почтовый ящик. Просто, понимаете, с ума сойдёшь. Вот написано. Save money and protect your loved ones with the Dainity funeral plan. Это что обозначает? Сохрани свои деньги и защити своих любимых с вот этой вот компанией. Dainity funeral plan, то есть план похорон. И вот они тут предлагают, опять же, я говорю на голубом глазу, что вы должны планировать вперёд и, значит, защитить вас и вашу семью, думать об этом. Что вот опять они пишут. План ahead and enjoy real peace of mind with the Dainity prepaid funeral plan. То есть вот вы должны планировать наперёд с этой компанией, сделать им предоплату и наслаждаться тем, что они... Вот этот funeral plan, то есть план по похоронам, как я сказала, ваших близких, они вам предлагают. И здесь предлагается вот такая брошюрочка, пожалуйста. Relax and let Hamilton and Marshal of Wright funeral directors take care of everything. То есть они, опять же, пишут, расслабься и предоставь вот этой компании защитить кого-либо. И здесь предлагают вам хоть себя вписать, пожалуйста. Хоть любого другого своего родственника, кого вы хотите, я извиняюсь, увидеть уже в гробу. Ну, не знаю, я сначала выкинула вот такое вот их послание. Они мне прислали опять, да ещё при том в конверте, в котором было написано Merry Christmas, поздравление с Рождеством. И тем не менее, когда я открыла, там опять было вот это предложение, план похорон. Ну и это ещё не всё, друзья. Открываю это я страничку BBC, последние новости. И посмотрите, что я нахожу. Это гроб, понимаете, ни много ни мало, а гроб, который вот запихивают в печку кремационную, на кремацию. И вот такую вот прислали огромную статью опять, вот с этим вот замечательным гробиком, таким огромным здесь впереди. И написано, исследования рынка 2019 года раскрывают удивительную правду о кремациях и захоронениях в Великобритании. И они здесь дают вот эту вот огромную статью, где они пишут опять, что мы должны планировать не только свои праздники, но мы должны подготовиться к любому событию, в том числе вот мы должны знать, что сейчас, за последнее время, вот они тут пишут, выросли, стоимость похорон выросла в Великобритании больше, чем на 122% за последние 15 лет. И сейчас она составляет почти 10 тысяч фунтов стерлингов на одного человека, чтобы его захоронить. И вот они говорят, что вы можете опять все это сэкономить, если вы заранее свой план, похорон, значит, вот организуете, если вы его спланируете, нам заранее все это заплатите, и не волнуйтесь, мы похороним и вас, и ваших близких и родных. И вот именно в период вот такой, когда люди мрут, как мухи, особенно здесь, в Великобритании, когда вот такая стоит острая проблема с этими болезнями, с этими заражениями ковидом. И вот, понимаете, как говорится, кому война, а кому мать родна. Я не знаю, может быть, в России тоже такое себе позволяют, какие-то службы похоронные, вот так вот бросать такие гробики в почтовые ящики. Помните, я брала интервью у еще одной моей знакомой, которая 35 лет живет в Англии. Сейчас всплывет вам в правом верхнем углу, как обычно, это видео. К сожалению, Ольги умер от ковида ее бывший муж. Он вот афроангличанин, он прожил всю жизнь в Англии, но он темнокожий, как вы понимаете. Афро приставочка говорит об этом. Так вот, умер человек, ему не было еще 60 лет, и он ничем не болел. Был довольно крепкий. Вы знаете, как-то это все настолько неожиданно. Как раз она ко мне пришла, мы тут с ней сидели, пили чай, разговаривали. И позвонил ее сын из Лондона, их совместный сын. Он прекрасно говорит по-русски, по-английски. Он родился здесь, в Лондоне. И он навещал этого своего отца, бывшего Ольгиного мужа. И он сообщил, что попал в больницу. Пролежал дома, как они рекомендуют, довольно долго. Пока уже стал задыхаться. Вызвали скорую. На скорой увезли его в больницу, сразу же положили. В госпиталь здесь называется. И его подключили сразу почему-то к ЭВЛ. Уж не знаю. Вот я знаю, что у меня заболела знакомая моя в России. Ей давали кислородную маску. И вы знаете, она обошлась без ЭВЛ. Потому что ЭВЛ, говорят, это очень-очень серьезно. И мало кто после этого аппарата вообще выживает. Легкие полностью как-то сжигаются. Но его подключили к ЭВЛ. И он пролежал две недели под этим аппаратом. Вроде бы говорили, что стабильный, стабильный, стабильный. А потом вдруг позвонили. Вот сын рассказывает. Позвонили ему. Сказали, приходите. Будем отключать от ЭВЛ. Ничего не получилось. Ну и, как вы понимаете, отключать это значит, что человек погибает. И вот они пришли и его отключили. Ужасная история. Вы знаете, я не хочу опять говорить эти прописные истины о том, что все познается в сравнении. И что не всегда так плоха медицина в России, как мы говорим о ней. Что здесь это просто безобразие. Это госпиталь в Лондоне, еще раз повторяю. Который не помог человеку, не спас человека, не старого. И вот человек погиб. Ужасная, конечно, история. Ольга поедет завтра туда, в Лондон, на похороны. Вот так вот он умер еще, по-моему, две недели назад. Но вот так вот долго происходит. Ждут очередь на кремацию. Вот такое сегодня у меня для вас негативное видео. Все новости очень негативные. Но то, что есть вокруг, то и рассказываю. Потому что многие тоже интересуются и этим. Но я думаю, что не стоит на этом заострять внимание. Это видео, наверное, вот такое просто информативное. Больше я к этому возвращаться не буду. И страсти никакие вам рассказывать. Больше не буду, друзья. Прощаюсь с вами. Берегите себя. Будьте все здоровы. Не болейте. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока.